Праздники отмечены, стихи рассказаны и подарки получены. Игрушки с ёлки сняты, а иголки новогодней красавицы уже осыпались. Пора с ней прощаться, но важно сделать это правильно. Как, рассказали операторы вывоза мусора. Так же, как и раньше, в этом году, до 1 февраля, жители Риги и других городов, где мы предоставляем свои услуги, могут оставить свою ёлку у контейнеров для отходов и дать ей вторую жизнь, потому что ёлки заберут и потом переработают. Перед тем, как выбросить ёлку, нужно снять её все ёлочные игрушки, а также нужно вытащить её из горшка и отряхнуть землю. Очень важно, ёлку нужно оставить у контейнера, а не бросать внутрь. Если ёлка выше полутора метров, её нужно распилить на несколько частей. Ёлки соберут согласно графику вывоза мусора. До 1 февраля эта услуга компании Клинер бесплатна. После 1 февраля придётся платить по 5 евро за ёлку. Рекорд, когда мы находили ёлки, это июнь. Были случаи, когда в июне ёлки выставляли к контейнерам. После того, как новогодние ёлки принесли много-много радости, они смогут и согреть кого-то, если утилизировать их правильно. Мы отдаём ёлки на переработку. Из них производится щипа, которая дальше используется или для получения теплоэнергии, или производства новых материалов. У компании «Эко Балтия Вида» немного другие правила. Там просят своих клиентов связаться с компанией, чтобы узнать, где лучше всего оставить ёлку. Всё зависит от региона. Например, в Риге мы ездим и собираем ёлки. В Адаже, Саукрас и Саласпелсе у нас есть площадки для сортировки. В Марупе расположены специальные контейнеры, где жители могут оставить свои ёлки, и мы потом их заберём. Есть много разных возможностей. Если вы не знаете, какая компания обслуживает ваши контейнеры, можно связаться с Дом управом. Именно они согласовывают с компаниями вывоз мусора, в том числе и новогодних ёлок.